Всем привет! Сейчас, когда только меня увидите, услышите, напишите, пожалуйста, в чат. Я уже всех приветствую, желаю всем хорошего дня. Оля появилась, да, вижу в чате, я просто выкручила звук. Привет-привет-привет всем городам, всем ребятам, которые сегодня пришли на занятия. Я надеюсь, что вы меня хорошо слышите и видите, давайте это сразу проверим. Как вам качество звука, качество видео и качество презентации? Оцените, пожалуйста, в чате от 1 до 10. И да, пока вы пишете, я поздравляю каждого из вас с прекрасным днём 1 сентября. 1 сентября наступило, это чудесно, дорогие мои ребята. Я очень люблю этот день знаний в инстаграме сегодня, у меня просто взрыв историй. Эмоционирую, радуюсь, довольна тем, что у нас сегодня открытие мастер-группы, первое занятие. Я немножко волнуюсь, поэтому я сейчас такая, очень много говорю, очень много эмоционирую. В общем, всё как обычно. Итак, сегодня у нас первое занятие в мастер-группе. Мы сейчас все познакомимся, пообщаемся. Кстати, вы знаете, что сегодня занятия открыты, соответственно, на него могут прийти все ребята, которые захотят. Поэтому, если вы хотите, можете прямо сейчас там одноклассникам, друзьям, ещё кому-то прислать ссылки. Все могут подключаться и наблюдать за нашим с вами занятием. А уже со следующего занятия, соответственно, в воскресенье мы с вами занимаемся только мастер-группой. То есть, уже занятия открытыми не будут. Открытые занятия будут только по воскресеньям. Это бесплатный вебинар, про который вы все знаете. Я вас тоже на них приглашаю. Итак, ребята, что хочу перед началом занятия рассказать. Значит, со мной мы сейчас... Давайте с этого и начнём. В общем, давайте начнём со знакомства. Кто меня ещё не знает, ни разу не видел, ни разу не слышал, сейчас задаётся вопросом, что это за девушка сидит передо мной, я немножко о себе расскажу. Меня зовут Оля. Я занимаюсь подготовкой к ЕГЭ уже более четырёх лет. Сама по образованию я историк, также учитель истории и общества знаний. У меня два диплома. И ещё в этом году я поступила учиться дальше. Выбрала для себя направление подготовки психология. Вообще, я очень люблю сферу образования, очень люблю свой предмет, общество знания. Поэтому постоянно пытаюсь продолжать учить и учиться чему-то новому самой. Не останавливаюсь на этом. И вам тоже желаю такого же отношения к учёбе. Итак, теперь про меня вы знаете. Мне хочется побольше узнать про вас. Напишите, пожалуйста, из какого вы города. Давайте начнём с этого. Пока вы пишете, из какого вы города, я хочу вас познакомить с ещё одним очень важным человеком в нашей мастер-группе, который каждое занятие с нами. Кто занимался со мной в предмастерке, уже знают. Это наша Арина. Арина, она в чате обозначается как модератор такая. Посмотрите, у вас у всех чёрные ники, серые, а у неё синий. Арина – это действительно наш модератор чата. Это человек, который на занятия может отвечать на все ваши вопросы. То есть, если я какой-то вопрос в чате не увижу, вы не переживайте, без ответа вы не оставитесь, потому что у нас есть Арина. Арина всё мониторит, отвечает. Поэтому, если будут какие-то вопросы, задавайте на протяжении занятия. Вы в любом случае свой ответ получите. Итак, у нас сегодня очень много людей с разных городов. Я всегда радуюсь этому моменту. Москва, Астрахань, Оренбург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Тюмень, Челябинск, Сочин, Новосибирск, Пенза, Тольятти, Татарстан. Ну, видимо, думала, например, напишет это сказание, но нет. Ну, ничего страшного, это вообще ещё прекраснее. Так, Сергеев Посад, Орёл, Ярославль. О, очень много я продолжаю вот так читать. Это прекрасно. Каждый раз очень интересно отследить географию занятия. Итак, ребята, ещё по нескольким правилам до того, как мы начнём наши занятия, что хочется сказать. У нас с вами есть чат. В чат вы можете задавать вопросы. В чат вы пишете ответы на мои вопросы. Мы с вами через него общаемся, сообщаем о каких-то проблемах. Если где-то что-то со слайдом, со звуком. Всё пишем в чат. Не стесняемся. Арина чат читает. Я периодически смотрю через чат. Мы с вами общаемся, это понятно. Второе. Занятие у нас будет идти приблизительно час 30, час 40. Так что закладываем по времени этот момент и держим в голове. Будет ли перерыв? Да, будет. Обратите внимание, мы сегодня с вами разбираем две темы. Отдельно человек и потом, что такое мировоззрение. Поэтому, как только закончим с человеком, идём на пятиминутный перерыв и возвращаемся к мировоззрению. Ещё какие вопросы могут возникнуть? Ага, Оль, а что, если я вдруг что-то не успею написать? Это не страшно. Что мы делаем в этом случае? Во-первых, если чувствуете, что мы куда-то спешим, нажимаете на паузу, на пробел, на Enter. Например, YouTube позволяет останавливать трансляцию. Вы просто перепишите всё, что вам нужно и дальше продолжите смотреть занятия. Если вдруг я слишком быстро переключила слайд, и вам это не понравилось, вы всегда можете написать в чат кодовое слово, которое я пойму. Ребята на предмастерке выбрали это слово, мурк, а также можно присылать значок томата, ну, смайлик томата. Если я вижу эти слова, я понимаю, что, ага, что-то я перелеснула. Перерыв на мозговой штурм будет где-то через минуточек 50, через час, в зависимости от того, как мы разберём тему человек. Об этом сказала. Ну и, наверное, всё. Какие-то вопросы у вас организационные есть? Если да, задавайте в чат, если вдруг сейчас что-то там не услышали или не поняли, или вас что-то тревожит. По плану занятий пока что расскажу. Мы сегодня с вами изучаем полностью теорию по человеку и его мировоззрению. Всё вы фиксируете в своём скрипте. Скрипт можно, если не напечатали, прямо сейчас быстренько напечатать. Скрипт у нас состоит из шести страниц. Будет полностью соответствовать презентации. Также, помимо скрипта, у нас сегодня на занятии ещё будет практика. То есть, я объясняю материал, и мы прямо на занятии практикуемся через чат. Расскажу о ней более подробнее, когда до неё дойдём. Ну и, наверное, всё. А, и хотел сказать, вот, изучаем сегодня человека мировоззрения, и в самом конце для самых сильных у меня есть небольшой сюрприз. Поэтому, да, мы сейчас начнём, Настя, прям секундочку. Поэтому для самых-самых сильных, кто останется до конца, будет небольшой сюрприз. Так что рассчитывайте своё время. Ну что ж, ребята, сегодня у нас человек и мировоззрение. Скажите, пожалуйста, готовы ли вы начинать? Если да, то два плюсиков в чат. Если у вас есть скрипт, если у вас есть хорошее настроение, час тридцать свободного времени, желание заниматься, учиться, учить общество знания, а также ещё, если вам необходимо, чай, кофе, какао, скорее всё это несите. Если у вас всё есть, два плюсика в чат. Да, кто был со мной в предмастерке, уже знают, что я всегда по два плюсика прошу. Кстати, я вообще очень сильно люблю число 22. В этот день я родилась, поэтому не случайно, всё не случайно, и два плюсика тоже не случайно. Отлично. Ну что ж, начинаем мы наше занятие сегодня в предмастерке. «Расскажи мне, Оля, о человеке», можете вы меня спросить. Ну что ж, рассказываю. Вообще, человек – это одна из базовых тем. Эта тема может вам встретиться и в первой, и во второй части. А это означает, что мы учим все определения, учим все схемки и всё это понимаем. Итак, что же такое человек? Начнём с определения. Запишем, что человек – это прежде всего биосоциальное существо. Пишите «биосоциальное существо». Как только напишите, сразу выделяем два корня – био и социал. То есть, человек – это существо какое-то, и не просто существо биологическое, а ещё и биосоциальное. Записали. Продолжаем давать определения. Биосоциальное существо, обладающее. Даром мышление. Человек может мыслить. Речи. Человек, обладающий, она раздельно речью. Вы сейчас понимаете, что я говорю, и мы говорим на одном языке. У нас это как раз-таки речь. Также способностью создавать орудия труда и пользоваться ими в процессе общественного производства. Ещё раз разбираем определения. За это время, кто не успел дописать, допишите. Человек – это биосоциальное существо, обладающее даром мышления и речи, способностью создавать орудия труда и пользоваться ими в процессе общественного производства. Итак, в этом определении, думаю, в целом всё понятно, но сейчас постараюсь его прокомментировать. Человек… А, почему такое определение? Почему такое определение? Мы запоминаем именно его. Сначала в любом определении в обществознании нам нужно дать родовое понятие. То есть человек – это что? Это биосоциальное существо. А дальше обязательно нужно охарактеризовать определение, сам термин, с двух сторон. То есть как минимум два признака назвать. И вот мы говорим, что человек – это биосоциальное существо, которое, во-первых, обладает мышлением, во-вторых, речью, в-третьих, способностью создавать орудия труда, и в-четвёртых, ещё и использовать их в процессе общественного производства. Таким образом мы даём определение. Что касается самого экзамена. Вот это определение из учебника, поэтому оно наверняка верное. Если вдруг на экзамене вы что-то немного видоизмените, но оставите главную суть, это засчитается. То есть в целом мы опираемся на него. Мы не вот его прям зубрим-зубрим, но при написании определения мы опираемся на него. А если вдруг вы сейчас мне скажете, Оля, а как же остальные признаки человека, мы что, их не перечисляем? В определении мы можем их не перечислять, потому что то, что я назвала сейчас, этого достаточно для характеристики человека. Но вот знать все остальные признаки человека нам нужно, и мы сейчас этим займёмся. Так как у человека есть две природы, биологическая и социальная, подпишите, пожалуйста, этот момент, биологическая и социальная, мы должны с вами и понимать, что характеризует человека и что характеризует каждую из двух составляющих. Биологическая природа. Здесь био-корень, да, биология. Это то, что объединяет нас так или иначе с любыми другими живыми существами. Вся биологическая природа человека передаётся нам с рождения, по наследству, от наших предков. К биологической природе относят, например, строение нашего тела. Возьмём нас и возьмём любого животного. У нас есть у обоих нервная система, волосяной покров, кровеносная система и так далее. То есть, когда мы перечисляем с вами строение тела, мы имеем в виду, что это проявление биологической природы. Биологической, то есть той, что переходит к нам с рождения. Мы рождаемся с таким строением тела. Это первое проявление. Второе. Принадлежность к человеческому роду. Если вдруг вы увидите в заданиях ЕГЭ вот такую формулировку, принадлежность к человеческому роду – это тоже характеристика нашей биологической природы. Не социальной, биологической. То есть, то, что мы относимся к человеческому роду – это тоже биология, это тоже биологическая природа. Далее. Третье. Если видите слово гены, генетический, генотип, наследуемые качества. Вот эти все слова, они тоже являются проявлением биологической природы человека. Четвертое будет тип темперамента. Ребят, скажите, пожалуйста, вы знаете что-то про темперамент? Рассказывали ли вам в школе про то, что, ага, есть там меланхолики, сангвиники. Кого мы еще можем с вами вспомнить? Сейчас тоже открою этот момент. Меланхолики, сангвиники, холерики, флегматики. Вот об этом слышали? Очень интересно, многие думают, что темперамент – это то, что формируется у человека на протяжении жизни. Это не так. Темперамент, он врожденный, поэтому сам тип темперамента – это относится к биологической характеристике человека. Есть еще такое слово, как характер. И вот я помню, нам на первом курсе рассказывали, ага, какой у вас тип темперамента, и вы определяете. Кому интересно, можете сейчас заскринить. Это никак не относится к теории ЕГЭ. Это просто для того, чтобы расширить наш кругозор, что есть четыре типа темперамента, чем они характеризуются. Возможно, кому-то будет интересно, к какому типу темперамента вы относите. Этот тестик можно пройти. И вот темперамент – это биологическая природа. А есть, например, характер человека. Вот характер, он на протяжении всей жизни формируется. А тот тип темперамента, который у вас есть – это биологическая составляющая. Для себя запомнили, двигаемся дальше. И последнее, что чаще всего встречается на экзамене, но не последнее в целом в списке характеристики биологической природы человека – это наличие у нас органов чувств. Давайте небольшой интерактивчик. Напишите, пожалуйста, в чате, какие у вас есть органы чувств. Ну, у любого человека. Какие органы чувств вам знакомы? Вот наличие органов чувств – это тоже биологическая природа человека. Отлично. К органам чувств относятся наши глаза и так называемое зрение, нос и обоняние, уши и слух, руки, чувства. Вот эти вот моменты, когда мы можем все прочувствовать, осязание и вкус. Вот все это наши органы чувств и все, что мы ощущаем, осязаем, видим, слышим и так далее – это тоже все благодаря биологической природе человека. Итак, возвращаемся опять-таки к тому, с чего мы начали. Человек – биосоциальное существо. Все, что характеризует его часть как биосущества, мы просмотрели. То есть строение тела, особенности его темперамента, наличие органов чувств, все, что он наследует по его генетические качества – все это характеризует его как биологическое существо. Это не полный список, можно еще покопаться и вспомнить что-либо, но вот то, что чаще всего встречается, мы для себя прописали. Скажите, пожалуйста, все ли понятно по биологической составляющей? Так, да, кто не понимает, мы прописываем это в скрипт. Есть вот такой документ, он прикреплен в нашей группе ВКонтакте, есть в описании видео. Если у вас его нет, срочно скачайте, потому что по нему работать максимально удобно. Если все понятно, плюсик в чат. Это значит, что с биологической природой человек мы разобрались и можем переходить к социальной природе. Ага, что же такое социальная природа? Социальная природа способна сформироваться только в обществе. То есть биологическая природа, все, что мы назвали, оно передается нам по наследству с рождения. Социальная природа способна сформироваться только в обществе при взаимодействии с другими людьми. Что же характеризует социальную природу человека? Итак, во-первых, это наши ценности. Тоже покажу вам сейчас момент, он не относится к теории ЕГЭ, поэтому у вас нет его в скрипте, не волнуйтесь. Это просто дополнительная информация. Вот есть ценностные ориентиры или ценности в жизни каждого человека. Вот их очень много, мы можем их перечислять, это будет очень долго. Суть такова, что ценности человек формирует и определяет для себя на протяжении всей своей жизни уже в обществе, взаимодействуя с другими людьми. Поэтому ценностные ориентации человека – это проявление его социальной природы. Второе. Также проявлением социальной природы служат интересы человека. Кому-то интересно учить математику, кому-то интересно играть в компьютерные игры, кому-то интересно заниматься медициной. Посмотрите, сколько людей, столько разных интересов у каждого из нас. Почему такое происходит? Почему не у всех одинаковые интересы? Потому что интересы тоже формируются у нас на протяжении нашей жизни при взаимодействии с другими людьми. Поэтому у кого-то, у одной группы одни интересы, и они любят русский язык. У кого-то другие интересы, и они любят учить английский язык. Кто-то любит вышивать, кто-то ненавидит вышивать. Соответственно, у каждого человека интересы различные. И это тоже проявление социальной природы. Следующий пункт – это самые разные знания и умения. На протяжении всей своей жизни мы учимся. Сейчас учимся, в школе вы учитесь. После этого будете смотреть какой-нибудь образовательный фильм или просто фильм. И вы будете получать самые разные знания, а также вырабатывать в себе какие-то умения. Это тоже не дает совсем с рождения. Вот вы рождаетесь маленьким ребеночком, и вы еще не знаете, что 2 плюс 2 будет 4. Или то, что ЖИШИ нужно писать с буквой И. Все знания и умения не передаются нам по наследству. Я имею в виду генетически. Они формируются у нас при общении с другими людьми, при процессе обучения, когда мы вообще занимаемся какой-либо деятельностью. Соответственно, мы понимаем, что это тоже природа социальная. Далее, у каждого человека, еще как одно из отличий нас от животных, о которых мы будем сейчас говорить, это целенаправленная деятельность. Каждый из нас занимается какой-то деятельностью. И если я сейчас пойду играть в какую-то игру, то у меня будет цель. Если я пойду в магазин, у меня будет цель. Если я сейчас буду учить, я не знаю, типа темперамента, у меня тоже есть определенная цель. То есть это означает, что человек может ставить свои цели себе сам. И в этом проявляется свобода выборов цели. И вот вообще то, что человек ставит цели, что он свободен при выборе своих целей, это тоже социальная природа человека. Следующий момент – мировоззренческая картина. Вот сегодня мы будем говорить про то, что такое человек и что такое мировоззрение. И вот мировоззрение, оно складывается у человека тоже на протяжении всей его жизни. И мировоззрение может меняться, но об этом давайте не буду сейчас без спойлеров. К мировоззрению мы будем, мировоззрение будем разбирать во второй части нашего занятия. Просто сам факт того, что у человека есть мировоззренческая картина, которая формируется при общении с другими людьми, это тоже характеристика его социальной природы. И последний момент – преобразовательная деятельность. Преобразовательная деятельность – это тоже характеристика социальной природы. Человек по-другому, другими словами, может создавать культуру вокруг себя. То есть строить здания, строить какие-то сооружения, мосты, заниматься вообще преобразовательной деятельностью. Причем преобразовательная деятельность – это, в принципе, очень широкое понятие, которое включает в себя в целом все изменения в округе. Итак, на этом моменте мы с вами разобрали самые ключевые и основные проявления биологической и социальной природы человека. Заметьте, что везде мы с вами пишем и другое, и другое, потому что можно еще посидеть и подобавлять какие-то проявления. Но самые основные, которые нам нужно запомнить, которые встречаются на экзамене, мы только что выписали в скрипт и полностью разобрали. Итак, есть ли у вас какие-то вопросы вот по этому моменту теории? В чат напишите, пожалуйста. Если да, то задавайте. Если нет, то двигаемся дальше к следующему участку. По поводу сложных орудий труда. Что это у вас тут за вопрос? Вы с ним разобрались или нет? Так, почему-то кто-то уже, Настя уже написала, что она устала. Настя, что это за чувство усталости? Отлично, вопросов нет. Если они будут, задавайте. Арина за ними, соответственно, наблюдает, отвечает. Вы тоже друг другу можете с отвечать, делиться собственными мнениями. Так, Даша уже хочет про мировоззрение поговорить. Даша, сейчас поговорим. Не торопись. Есть у нас человек. Он живет в этом мире. Скажите, пожалуйста, тоже в чат напишите. А в мире, в нашем, только человек живет или есть еще какие-то существа? То есть, вот мы говорим, человек – это биосоциальное существо. А есть ли еще какие-то существа помимо человека? Так, конечно, есть. И это существо называется животное. Запоминаем, что есть человек и есть животное. Тоже следующий вопрос вам в чат. Ответьте, пожалуйста, а человек и животное, они похожи или они отличаются друг от друга? Можно ли ответить на этот вопрос однозначно? Человек с животным похожи или они отличаются? Конечно же, нет. Потому что однозначного ответа здесь быть не может. У человека и животного, так как они оба биосущества, есть очень много схожего. И так как человек – это существо социальное, они с животным также очень во многих пунктах отличаются. И вот для экзамена нам нужно с вами четко понимать, что объединяет человека и животного, а что является их отличительными чертами. Это могут спросить в первой части точно. Очень часто бывает такое задание, я вам даже его сегодня сразу же покажу. Бывает задание. Найдите в приведенном списке признаки, которые там характеризуют общие черты человека и животного. Или могут спросить по-другому. Найдите в списке черты, которые характеризуют биологическую природу человека, социальную природу человека. Именно поэтому мы сейчас с вами разбираемся. Итак, чем же они похожи, чем они отличаются? Давайте начнем с общих черт. Ага, помним первое, что и люди, и животные, они живут где? В природе. Поэтому мы можем сказать, что у нас одна среда обитания. Такого пункта здесь нет. Это мы просто для себя имеем в виду, потому что, опять-таки, и другое. Мы можем это записать. Я просто вам для общего понимания. Так как мы с вами живем на одной, ну как бы в одной среде, это уже то, что нас объединяет. Что же мы можем конкретно назвать? Во-первых, мы не просто живем в одной и той же естественной среде. Мы еще и животные, и люди начинаем приспосабляться к условиям окружающей среды. То есть, мы начинаем, так скажем, течет река, да, мы можем как-то ее использовать в своих целях. И животные тоже. Могут там лапки помыть, могут попить, могут еще что-то сделать. И человек сразу, ага, начинает приспосабляться. Например, ну это просто самый базовый пример, даже супермаленький пример про воду. Лучше его не приводить мне было. Я вам сейчас что-то другое приведу по поводу приспособлений к окружающей среде. Но это в целом, меняется природа, и человек учится в ней жить, и животные учатся в ней жить. То есть, он может приспособиться к этим условиям. Мы все живем в условиях природы. Второе, вторая черта, это то, что и у животных, и у людей есть естественные или биологические потребности. Смотрите, в этом моменте давайте разбираться, какие примеры естественных потребностей вы знаете. Вот чтобы не быть голословными, нас объединяют биологические потребности. А какие конкретные потребности у нас есть? Ага, и животные, и люди хотят спать, хотят пить воду, хотят кушать еду. И потребности в дыхании, в воде, в еде, дыхании по-другому в воздухе, в еде, в воде, в сне, это все биологические потребности. И эти потребности нас с животными сближают. И третье, и человек, и животное может использовать предметы, которые дает им природа. Вот, это основные схожие черты, можете написать еще больше схожих моментов, которые нас объединяют. Но самые базовые мы с вами назвали. Во-первых, они живут в одних и тех же условиях, используют предметы, которые дает природа. Во-вторых, у них есть биологические потребности, которые их сближают. В-третьих, у них есть, так скажем, возможность приспосабливаться к условиям окружающей среды, и это их сближает. Что же тогда отличает нас от животных? А вот здесь список намного больше. Смотрите, первое, это то, что у человека есть сознание. Запишите, и если вы пока не знаете, что такое сознание. Так, что касается размножения. Мы не биологи, и мы не пишем размножение к потребности. Мы с вами пишем потребность в продолжении рода. Потребность в продолжении рода. Она будет называться так. И да, это тоже естественная потребность, которая также сближает нас с животными. Животные продолжают свое потомство, да, рожать, соответственно, воспроизводить. И человек тоже. Это потребность в продолжении рода. Да, размножение – это не потребность. А потребность в продолжении рода – это потребность. Общими усилиями разобрались. Итак, переходим к тому, что же отличает человека. Во-первых, это наличие сознания. У человека сознание есть, и мы сегодня с вами еще вернемся к этому вопросу в конце занятия. То есть, что такое сознание и каким оно может быть. Также, помимо сознания, у человека есть еще мышление и речь. И вот тут прям можете поставить восклицательный знак, потому что это часть определения. Человек – это биосоциальное существо, обладающее мышлением, сознанием и член раздельной речью. То есть, вот этот момент очень важен. Это отличительная черта, которую нужно обязательно в определении показать. Второе, что отличает человека от животных – это то, что мы уже разбирали. Целенаправленная деятельность. Человек может ставить перед собой цели и к ним идти. А также, помимо целенаправленной деятельности, у человека есть еще возможность заниматься деятельностью творческой. Например, писать песни, танцевать, рисовать, создавать фотографии, снимать фильмы. И это тоже отличительная особенность человека – творчество. Если бы у меня был сейчас какой-нибудь волшебный вот такой вот серпантин или что там, я не знаю, я бы его бросила и было бы очень эффектно, и можно было потом это видео в адептах использовать. Но, к сожалению, у меня его нет. Но у нас есть воображение. И, кстати, это тоже так или иначе можно отнести к отличительным чертам человека. Продолжаем. Все, отвлеклись, пошутили, похихикали, продолжаем учиться. Третья отличительная черта человека от животного – это способность сознательно преобразовывать окружающую действительность, создавать необходимые блага и ценности. Смотрите, что касается благ. Вы хотите кушать суп из тарелки. Тарелка – это как раз-таки необходимое благо для вас. Вы хотите лежать на диване дома, а не спать на полу. Это тоже благо. И вот как раз-таки человек эти блага для себя может создавать. И опять-таки он создает это осознанно. И он перед тем, как что-то создать, преобразовывает окружающую природу. Вот в чем отличие? Есть животное, которое к окружающим, к условиям окружающей среды приспосабливается. А есть человек, который может эту природу изменять, создавать культуру, преобразовывать окружающую действительность. Вот оно, главное отличие. Далее. Четвертое. Также из-за определения. Человек может изготавливать сложные орудия. Вот здесь был вопрос у вас, можно ли писать сложные или нельзя. Это не то, что сыграет огромную роль, но в целом написать сложные можно. Потому что человек действительно... Ну, он просто... Почему в определении мы не пишем с вами сложные? Потому что в целом человек может изготавливать любые орудия. Он может изготавливать, я не знаю, и самый простой ножик. И там, например, помните, такие штуки есть, где ты нажимаешь, там, нож, открывалка, резной такой. Ну, в общем, самые разные. Человек орудие труда может создавать. То есть, если животное в это время просто возьмет камень и будет стучать этим камнем, чтобы что-то, например, разбить, да, человек создаст орудие труда. И вот это слово сложное в определении, наверное, можно не писать. И в целом это не будет критично. Потому что, опять-таки говорю, определение мы берем из учебника. В учебнике авторы из федерального перечня слово сложное не упоминает. Но мы же, в свою очередь, вот здесь, в отличительных чертах, можем говорить, что да, человек создает орудия труда, причем создает сложные, и использует их в процессе производства необходимых благ. Нет, немножко не поняли меня. Благо – это не я хочу. Общественные блага – это не то, что я хочу, а это то, что я использую. Ну, например, я говорю, почему я… У вас есть потребность, да, полежать на диване. Нет, вы хотите… У вас есть просто потребность во сне. Давайте вот так начнем, издалека. Вы просто хотите выспаться. Как вам будет удобнее? Спать на полу или спать на удобном мягком диване? Конечно же, на диване. А диван в природе, если бы не было человека, никто бы другой, возможно, и не создал. Получается, что диван – это не то, что родилось, да, просто взялось на природе. Его как раз-таки создал человек. И вот диван, тарелка, телефон, все остальное – это все блага, которые создает человек. Вот, что я хотела сказать. Ага. Все, супер, разобрались. Далее. Также отличительная черта человека – это наличие у него не только биологических или естественных потребностей, а еще потребностей, подчеркните, социальных и потребностей духовных. Что это может означать? Это означает, что у животного есть потребность в еде, сне, воде, а у человека, помимо этих потребностей, есть еще потребность в познании мира, познании себя, в труде, в общественном признании, в уважении, в взаимодействии с другими людьми. Я сейчас вам перечислила потребности социальные и потребности духовные, которые есть у человека, но нет их у животных. Например, я никогда не видела кошку, которая сидит и рассуждает о том, я не знаю, а зачем я пришла на этот мир. Но вообще это очень сложная тема. Честно могу вот пока переписывать этот момент, могу вам признаться. На прошлой неделе, в выходные, мы встречались с моими друзьями-одноклассниками. Мы все сейчас занимаемся самыми разными сферами, но все точно так же, как в детстве, в школе, любим порассуждать на философские темы. Мы с ними играли в игру, которая как раз-таки дает самые разные вот эти риторические, сложные вопросы, и нужно высказывать свою точку зрения. Ну и мы беседовали на самые разные вопросы, и тут дело дошло до населения мира. Ну вот как раз-таки население мира, это животные и люди. Все живые существа, там звучал вопрос. По-моему, звучал вопрос вообще как-то, что произойдет, если всех живых существ заменить на... И вот какой-то абсурд, не помню, условно, на покемонов. И мы начинаем отвечать на вопрос, и потом мы просто стали долго доказывать, в какой момент жизни животное от человека отделилось, можно ли считать человека животным. И, короче, каждый отставил свою позицию, и это время пролетело, наверное, часа три. Мы серьезно очень долго спорили про отличие человека от животных, про схожесть, про момент эволюции. Вот просто настолько эта тема нас почему-то кольнула. Ну, скорее всего, почему? Потому что в этой теме я сразу начала говорить, ага, ребята, давайте я вам определение человека скажу, определение животных скажу, потом еще скажу, чем человек отличается. И вот, честно, я была одним из самых главных участников этого спора, который до конца отстаивал оппозицию, что человек и животные схожи, но при этом они очень сильно отличаются. Вот мои друзья пытались мне доказать, что человек и животные похожи друг на друга, что животных плохо изучили. Ну, в общем, спор, да, дебаты, вот вы прикалываетесь уже над нами, это было что-то интересное. Когда мы закончили спорить, в итоге все согласились с тем, что... Ну, остались в основном, наверное, при своем мнении, но большая часть все-таки действительно поняла, что спорить не о чем, все давно доказано. У человека есть речь член раздельный, есть сознание, творческая деятельность, целенаправленная деятельность. Человек может создавать сложные орудия труда, может изменять мир вокруг себя. А теперь перечислите, что может животное. Понятное дело, что действительно человек от животного отличается. Это уже даже доказывать не нужно, это все уже давно доказано. К чему я это, ребята? Так что вот вы сейчас учите общество знания, теорию, сидите там, может быть, скучаете и скажете, блин, ну вот сдам я этот экзамен, а где мне это еще пригодится? Мне пригодилось. Я в дебатах отстояла себя, отстояла эту тему и показала всем, что я, если что, разбираюсь в вопросе. Вот, так что учите, все это, возможно, в жизни вам понадобится. Так, и что касается этого момента в теме, я думаю, мы разобрались. Давайте сейчас проверим, насколько хорошо, четко, точно мы все это разобрали. Для этого, как обычно, я провожу свое любимое время, это время практики. В это время я показываю вам слайд. На слайде есть задание. Задание, кстати, берется из банка ФИПИ, и оно может, возможно, даже вам на экзамене встретиться, поэтому смотрите, разбираемся в вопросе. Я показываю задание, читаю его, вы в чате пишите ответ. После того, как я зачитала задание, дала вам пару секунд на размышление, разбираю задание вместе с вами. Итак, начинаем. Представьте, что вы помогаете учителю оформить презентацию к уроку общества знания по теме человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Один из слайдов называется «Признаки, отражающие социальную природу человека». Что из перечисленного необходимо включить в этот слайд. В задании нас просят найти признаки, отражающие социальную природу человека. Загляните в свой скрипт. Социальная природа человека способна сформироваться только в обществе, только при взаимодействии с другими людьми. И социальная от биологических отличается. Биологическая – это значит, это же могут делать животные, социальная – значит, только присущий человек. Очень простой лайфхак. Читаем. «Потребность в уважении со стороны других людей, приспособление к условиям окружающей среды, общение с помощью словесной речи, стремление к самореализации в обществе, способность к продолжению рода, использование предметов данных природой». Пользуемся моим лайфхаком. Если это делают и животные, и люди, то это биологическая природа. Если это делают только люди, то это социальная природа. «Приспособление к условиям окружающей среды». Зачеркиваем. И мы, и животные приспосабливаются к окружающей среде. Способность к продолжению рода. И у людей есть дети, и у животных котят, и у собак щенки. То есть, все продолжают свой род. Это тоже биологическая природа. И использование предметов данных природой, и мы ветки используем, и бобры, там, дерево, да, из него тоже что-то в своих целях он использует. То есть, используют предметы и животные, и люди. Соответственно, что у нас осталось? «Потребность в уважении со стороны других» – это только человек. Только человеку нужно, чтобы его уважали, любили, ценили. Ну, это как раз-таки… Вообще, это престижная потребность по маслоу, о потребностях на следующем занятии. И социальная потребность, потребность в уважении. Социальная потребность по другой классификации. Для тех, кто сейчас в танке, не понимая, что я сказала, когда будем разбирать тему потребности, вы все поймете. Есть две классификации основные, которые в учебниках даются. Это самая базовая классификация, когда все потребности делятся на три группы. И пирамида потребностей по маслоу. Я вам сейчас, в принципе, немножко про них сказала. Но еще вернемся к ним на самой теме, когда будем разбирать потребности. Далее. Общение с помощью словесной речи – это тоже человек. И стремление к самореализации – тоже человек. Таким образом, один, три, четыре. Действительно, правильно ответить. Молодцы. С заданием справились. А в следующий момент мы торжественно переклистываем скрипт на следующую тему и знакомимся с словами, которые многие чаще всего путают. Индивид, индивидуальность, личность и человек. Это все одно и то же? Как посмотреть? Извините, но для общества знания нужно знать вообще четыре определения. А это значит, что объединить в один комп не получится. Нужно все анализировать, нужно все изучать и нужно все запоминать. Итак, очень люблю этот мемчик, потому что, правда, многие в школе почему-то до конца не могут понять, это, возможно, и не ваша вина, просто, возможно, когда-то хорошо не объяснили, что индивид, индивидуальность, личность и человек, между ними есть разница. Давайте разбираться. Сначала в вашем скрипте, где есть такое поле, как характеристика человека, запишите, пожалуйста, слова в следующей последовательности. В первое окошко запишите индивид, во второе – личность, и в третье – индивидуальность. Индивид, личность и индивидуальность. Вообще, что касается самого человека, мы уже его разобрали. Человек – это биосоциальное существо, обладающее мышлением, членораздельной речью и способностью создавать орудия труда, а также использовать их в процессе общественного производства. Это определение человека, с ним-то все понятно. То есть, это человек – биосоциальное существо. Теперь разбираемся с тем, что такое индивид. Запишите, пожалуйста, что это единичный представитель человеческого рода. Родившийся ребенок, вот такой вот маленький, который еще не знает, что 2 плюс 2, а же шипиш из буквы «и» – это уже индивид. Данное понятие употребляется тогда, когда об одном человеке говорят вообще как об отдельной особи. То есть, не называют, что он там отличается какими-то особыми качествами. Нет, о нем просто говорят как об отдельной особи человеческого рода. Как о носителе общечеловеческих свойств – это индивид. Определение, если спросят, пишем «это единичный представитель человеческого рода». И запоминаем, что мы рождаемся индивидами. Но у этой фразы есть продолжение. Человек рождается индивидом, а становится личностью. Я очень надеюсь, что вам хотя бы раз кто-то об этом говорил. Человек рождается индивидом, а личностью становится. Ни в коем случае не наоборот. Сейчас мы это запомним. Что такое личность? Личность – это уже человек как носитель сознания. Второй раз вспоминаем это слово. Носитель сознания со своими социально обусловленными, индивидуально выраженными качествами. В определении личности обязательно показываем, что личность – это человек, у которого есть уже какие-то социальные качества. Так, пишем «человек как носитель сознания» – раз. Со своими социально обусловленными, индивидуально выраженными качествами – два. То есть два признака в определении есть. Прекрасно выдыхаем, запоминаем его. Какие социальные качества человек у нас вообще в жизни может приобрести? Вот если вы сейчас скажете, я личность, я скажу, ага, а какие социальные качества ты можешь свои назвать? И не пугайтесь, вы сейчас их сразу назовете. Когда мы говорим, что я ответственный, пунктуальный, что у меня есть определенные жизненные идеалы, ценности, принципы, что я быстро обучаюсь и, в принципе, я способна учиться, что я способна трудиться, способна общаться с другими людьми, участвовать в жизни общества, общаться с другими людьми в коллективе или у меня есть какие-то лидерские способности. Вы понимаете, я говорю о том, что, в принципе, каждому из нас знакомо. Ага, да даже вот пойдете вы устраиваться на работу, у вас что спрашивают, какими качествами вы обладаете? И вы сразу, блин, нет шляпы, я бы сейчас надела шляпу и сказала, я пунктуальная, ответственная, коммуникабельная, умею организовывать работу в коллективе, обладаю лидерскими качествами. Я перечисляю свои качества, которые на протяжении всей своей жизни, благодаря общению с другими людьми, я сформировала. И это характеризует меня как личность. Понимаете, как все оказывается близко с нами, да, мы даже не задумываемся об этом, а вот эти качества – это как раз-таки очень важная характеристика личности. Смотрите, следующий момент. С качествами определились. Какое бы определение личности вы ни давали, всегда пишите, что это носитель социальных качеств, да, что человек наделен рядом важнейших социальных качеств. Еще помимо качеств в определении вы можете сказать, что если мы говорим о личности, то это субъект социальных отношений. Такая фраза может встретиться вам в ЕГЭ в первой части в формате заданий «верно-неверно». То есть, буду спрашивать, личность – это человек как субъект социальных отношений. Совершенно правильно. Потому что личность – это уже тот человек, который обладает рядом социальных качеств, и он еще общается с другими людьми, то есть вступает в социальные отношения. А если он вступает, то он участник и он субъект этих отношений. Фух, запомнили эту фразу. И еще, ребята, личность, она не формируется, там, например, до 19 октября 2024 года, или 2019 года сформировалась личность такого-то человека. Нет. Личность формируется и развивается на протяжении всей жизни человека. Живет человек, он, хоп, там, пунктуальным стал, да, или, например, вообще у него не было такое качество, всегда опаздывал, а он продолжает же формироваться, продолжает развиваться, продолжает познавать мир, подстраиваться под этот мир, копирует поведение других людей. Таким образом, его личность формируется на протяжении всей жизни. И как формируется личность? Вот каким способом? Во-первых, мы с вами усваиваем социальные нормы. То есть живем мы в обществе, и у нас, мы не руководствуемся только своим желанием, мы руководствуемся некоторыми правилами поведения. И вот правила поведения в обществознании называются социальные нормы. Это и нормы морали, и нормы, прописанные в законе, правовые нормы, и традиции, и обычаи. Об этом будем говорить уже в следующем месяце, когда будем разбирать блок социальные отношения. Но вот как раз-таки мы живем в обществе, где действуют социальные нормы. Эти социальные нормы, эти образцы поведения, они тоже так или иначе меняют нашу личность. Мы формируемся под воздействием вот этих правил поведения. Хорошо, с личностью, надеюсь, тоже понятно. И последний цифр, который больше всего путают. Я вообще видела даже картинки, где, знаете, рисуют, что человек может быть личностью, может быть индивидом, а может быть индивидуальностью. Это не так. Человек может быть индивидом или личностью, и у человека в процессе социализации, то есть перехода от индивида к личности, формируется индивидуальность. Еще раз, без быстрого объяснения. Когда человек только рождается, он только единичный представитель человеческого рода, и это индивид. Потом, в процессе взаимодействия с другими людьми, человек становится личностью. Все, вот он индивид, и вот он личность. Также в этом же процессе общения с людьми, каждый из нас определяет свою индивидуальность. Что такое индивидуальность? Это уникальное сочетание как биологических, так и социальных качеств, которые отличают одного человека от всех других. Например, если сейчас условно мы с вами сядем в одном помещении, вот, например, Ирина, Настя, Боря, Глеб и я. Итак, мы посмотрим друг на друга и, соответственно, скажем, ага, у Ирины, там, например, цвет волос черный, у меня каштановый, у Насти вообще цвет блонд. У кого-то глаза карие, у меня зеленые, я от них отличаюсь. У кого-то, там, например, более округлое лицо, у кого-то продолговатый, ага, у меня, например, округлое, я отличаюсь. То есть, или, например, там, Федя опоздал, а я пришла вовремя, то есть, я тоже отличаюсь. И вот как раз-таки, когда каждый из нас, он обладает каким-то уникальным перечнем свойств и биологических, и социальных. И каждый человек, он обладает этой индивидуальностью. И индивидуальность равно некоторое наше своеобразие человека. То есть, вот таким вот образом, значит, запомнили, что есть индивид, есть личность, есть индивидуальность. И человек – это такое обобщающее слово, то есть, самое широкое слово – это человек. Таким образом, мы разобрались с вами с очень важным моментом, которое для ЕГЭ вообще максимально важно. Если бы мы писали с вами эссе, то в эссе очень часто как раз-таки нужно было начать свое эссе, там, если выбираете тему по философии или с цельным отношениям, начать с того, что есть личность, есть индивид, есть социализация. Сейчас же такого нет, но сама тема тоже весьма популярна. Следующий момент. Когда мы говорим уже о личности, возвращаясь к ней, мы с вами можем вспомнить такое слово, как способности. Так, не переживайте, у нас осталось еще немножко. Я думаю, что мы где-то как раз-таки в шесть часов пойдем на перерыв. Значит, у человека есть способности, у личности есть способности. Слово способность, оно точно когда-нибудь нам слышалось и встречалось. Например, включаешь ТНТ, там, сверхъестественные способности. Например, приходишь в школу и говорят, у вашего ребенка аналитические способности. Приходишь, я не знаю, тоже смотришь какой-нибудь фильм и там, а ты способный. Вот это слово, оно часто встречается, мелькает в нашей жизни. А что вообще такое способности? Способности – это индивидуально психологические особенности личности. Запомните эту конструкцию. Индивидуально психологические особенности личности. Это означает, что у каждого человека не может быть абсолютно одинакового идентичного набора способностей. Поэтому это индивидуально психологические особенности личности, которые являются условиями успешного осуществления, в учебнике написано данной, мы можем сказать, той или иной деятельности. То есть, по факту способности – это условия успешного осуществления деятельности и динамики овладения знаниями и умениями. Пока переписываете определение, скажу еще раз. Вот мы живем с вами, все, мы вот живые. Каждый из нас занимается какой-то деятельностью. Игровой, обучающей деятельностью, общается с кем-то, ну, вообще любую деятельность он совершает. И вот как раз таки, вы знаете, что при выполнении деятельности, если у вас все хорошо получается, хорошо получается учиться, хорошо получается общаться с другими людьми, хорошо получается объяснять, хорошо получается, я не знаю, какие-то актерские способности свои проявлять, вот хорошо у вас выполняется какая-то деятельность. Выполняется она за счет того, что есть у вас определенные способности. Также способности, они помогают не только успешно деятельность выполнять, а они по определению еще и помогают нам усваивать определенные знания, определенные умения. Давайте разберемся с тем, какие виды способностей в целом-то существуют. Есть всего два вида, и они нужны для ЕГЭ. Есть способности общие, это те способности, которые помогут достичь успеха каждому из нас в абсолютно любой деятельности. Это, например, наша хорошая память, острый ум, зрительная память, слуховая память, наблюдательность, креативность. То есть вот это такие общие способности, которые помогут в целом успешно выполнять любую деятельность, вообще неважно какую. А есть вторая группа способностей, это способности специальные. Специальные способности, это те способности, которые помогают нам достичь успеха в конкретной деятельности. Например, хотите вы стать известным математиком, у вас должны быть развитые математические способности. Хотите рисовать картины, художественные способности, писать стихи, стихотворения, литературные, быть как Егор Крид, музыкальные. Извините, что я прямо про Егора Крида, я просто вспомнила сразу первого попавшегося в моей голове музыканта. Мы можем назвать как Лариса Долина, как Егор Крид, как Алла Пугачева, как Клава Кока и другие. То есть люди, у которых есть способности музыкальные. Хотите быть известным там спортсменом, у вас должны быть спортивные способности и так далее. И видите, я прямо по сферам говорю, то есть математические, художественные, музыкальные, литературные, спортивные. Это способности в какой-то конкретной сфере, в какой-то конкретной деятельности. Поэтому они называются специальные. Сейчас расскажу про уровни способностей, про то, как они вообще появляются. Но перед этим хочу, чтобы мы немножко выдохнули и провели небольшой интерактив по общим и специальным способностям. Что такое интерактив? Кто был в мастер-группе, в предмастерке знает, кто нет, рассказываю сейчас. На протяжении занятий я периодически провожу какие-то интерактивы. Либо на енотах, либо на котятах, либо на любых других животных, где мы повторяем только что изученную теорию. Вот только что мы изучили общие и специальные способности. Сейчас я вам на экран вывожу картинку, комментирую ее, а вы в чат мне говорите, какую способность я вам показала, общую или специальную. Итак, смотрим. Наш котенок может складывать большие цифры. Он может все анализировать и может использовать самые разные математические приемы. То есть он обладает математической способностью. Это какая? Способность общая или специальная? То, что он может складывать большие цифры, анализировать, выстраивать связи. Следующее. Наш кот очень трудолюбив. Он супер много может бегать на дорожке, прыгать на скакалке. У него прекрасное вообще отношение к спорту. То есть выносливый. Он очень выносливый и круто занимается спортивной деятельностью. Это тоже специальные способности. Здесь мы говорим про спортивную сферу. Молодцы. Тоже специальные. Следующий момент. Котенок настолько круто может рисовать, что посмотрев на себя в зеркало, он может передать в точности до самых мельчайших деталей. И у него развита художественная способность. Это тоже, точнее, специальная способность. Замечательно. Разобрались. То есть если человек в какой-то конкретной сфере обладает определенной способностью, навыком, который помогает добиться успеха именно в сфере спорта, музыки, литературы, математики и любой другой сферы, то это способности специальные. Классно с этим разобрались. А следующее, смотрите. А вот этот котенок не рассказывает нам, в какой сфере он является профессионалом, а просто говорит, что он наблюдательный, креативный, умеет анализировать поведение людей. Нет, давайте, умеет общаться с людьми. Давайте вот так. Умеет общаться с людьми. Обладает острым умом и хорошей памятью. Вот, вот это уже общее. Отлично. Разобрались с видами способностей, отдохнули, похихикали над котятами, а теперь продолжаем разбираться с этой сложной темой способностей, потому что что-то, много вопросов она у вас начала вызывать. А как способности зарождаются, у всех ли они есть? Эта тема отдельная. Она называется уровни развития способностей. Сейчас посмотрите на этот мемчик и запомните, в каком порядке все находится. Сначала идут задаточки. Цветы далеко, хотела вам маленький росточек показать. Задаточки. Следующий уровень развития способностей – это уже одаренность. Далее талант и гениальность. Еще раз. Есть задаточки. Задатки – это первый уровень развития способностей. Дальше. Есть одаренность, есть талант и есть гениальность. Они находятся именно в таком порядке. Теперь разберемся с каждым уровнем. Задатки – это присущие каждому из нас от рождения физические качества, особенности строения мозга, нервной системы, которые составляют природную основу развития способностей. То есть, пока переписывайте, другими словами, задатки – это как раз-таки предпосылка для развития определенных художественных, спортивных, математических, педагогических, творческих способностей. То есть, задатки – это предпосылки. И вот как раз-таки, я сейчас верну на слайд, не волнуйтесь, в детском возрасте, когда мы еще малыши, 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 например, смотрите, как за нами смотрят родители. Ага, ребенок станцевал. А вдруг у него есть вот этот вот задаточек, точнее, вдруг он… У него есть танцевальная способность, ему нужно их развивать. То есть, вот сейчас я увидела этот задаток. Например, какой может быть задаток в плане танцевальных способностей? Условно, у этой девочки такой широкий диапазон движений, или у этой девочки такой хороший вестибулярный аппарат. Вот эти моменты, с которыми мы родились, диапазон движений широкий, развитый вестибулярный аппарат – и это задатки. И эти задатки, если мы их заметим, или нам поможет заметить наше окружение, и мы будем это дальше развивать, то, например, мама отправит нас в танцевальную школу, а потом мы разовьем вот эту способность, и вообще окажется, что вы великий танцор. Или, например, в другом случае, опять-таки, вот я сижу, маленькая девочка, ем лимон, да, и я тут так вся скривилась, вот так вот, ах, показала. И мама на меня такая смотрит, например, и говорит, какая у моего ребенка выразительная мимика. Ага, это задаток. А вдруг за этим задатком прячется такая способность актерская? Вот, еще вам пример задатков. Или, например, мы идем там, вот могу вам тоже сказать, сейчас, как бы интереснее рассказать этот пример. Смотрите, я пошла в художественную школу, когда училась где-то в 10 классе, то есть я прям поздно достаточно пошла в художественную школу, и могу вам сказать, что как только я посетила там, ну, полгода занятий, даже, наверное, меньше, даже, наверное, пару месяцев, мы потом с папой едем, и я говорю, папа, посмотри, как много цветов вокруг. И он говорит, ну да, осень, там, желтый, оранжевый, коричневый, много. И я говорю, нет, папа, смотри, вот тут желтый, вот тут охра, вот тут золотистый, вот тут бордо. И, понимаете, я начинаю прям замечать самые разные цвета. И вот как раз-таки вот этот вот момент с хорошим развитым цвета ощущением – это задаток. И мы его можем развить в художественной способности. И вот все в таком ключе. Поняли, что такое задатки? То есть это получается то, с чем мы рождаемся, и то, что может стать основой для развития наших способностей. Это задатки, первый уровень развития способностей. Дальше идет следующий уровень – это одаренность. Тоже определение, пожалуйста, основные моменты запишите, потому что нужно знать определение и задатков, и одаренностей. Не вот их заучивать, но просто приблизительно понимать, чем отличаются. Я сейчас ключевые моменты в задатках подчеркну. От рождения, физические качества, физические качества и основы развития способностей. Теперь, что такое одаренность? Это тоже, то есть это уже сочетание, ну вот звучит как сочетание способностей. То есть у нас есть задатки, они вырождаются в способности, одаренность – это сочетание способностей, от которых зависит возможность достижения определенного успеха в конкретной деятельности. Еще раз, одаренность – это такое сочетание способностей, от которых зависит возможность достижения значительного успеха в выполнении той или иной деятельности. Это одаренность. Следующее, кто вспомнит? После задатков и одаренности что идет? Дальше идёт, например, таланты, да? Идёт, выжидала, когда вы напишите, талант. Это высокий уровень развития способностей, и прежде всего специальных. Специальные – это как раз-таки математические, художественные и так далее. Специальные, позволяющие успешно решать сложные задачи в какой-то области деятельности и создавать новые материальные духовные ценности. То есть создавать вообще что-то новое. Талантливый человек создаёт что-то новое. Талантливый человек в себе суперсильно развивает способности. То есть, например, у меня есть способность, предположим, способность петь. Но при этом могу ли я сразу сказать, что у меня талант петь? Наверное, не знаю, можно так сказать, но я бы себя так не охарактеризовала. Потому что талант – это когда уже человек настолько развивает... У него высокий уровень развития способностей, он на чём-то прямо специализируется, и он не только успешен в этом деле, он ещё и может создавать что-то новое. Это талант. И последний уровень – это гениальность. То есть я гениальный. Гениальность – это уже не просто высший уровень развития. Это наивысший уровень способностей, как общих, так и специальных, который позволяет создавать не просто что-то новое, а что-то уникальное, что вообще может открыть новый взгляд на мир, новую эпоху в развитии культуры, жизни общества. То есть не просто что-то создать новое, а прямо вообще переворот устроить. Вот это уже гениальность. Думаю, что в целом совсем понятно здесь, да, что задаточки – это основа для способностей. Дальше, если человек развивает в себе способности, то он уже считается одарённым, талантливым, гениальным. Так, с этим всё. И ещё… Про песни очень смешно, не хочу петь. Что ещё хочется сказать и подчеркнуть, пока не закончили про способности говорить? Но в целом, что нужно знать для ЕГЭ? Что способности помогают нам добиваться успехов в любой… Ну, в определённых деятельностях. Первое. Второе. Способности помогают нам осваивать знания и вырабатывать в себе какие-то умения. Второе. Третье. Конечно, способности делятся на общие и специальные. И что есть четыре уровня развития способностей. Что всё начинается с задатками, а самый последний уровень – это уровень гениальности. В целом, всё. Всё, что нужно знать про способности. Это самое-самое основное. Мы-то с вами уже погрузились детально, но вот то, что нужно сейчас знать, я вам перечислила. Так, скажите, пожалуйста, устали? Нужен ли перерыв? Вот у нас сейчас есть такой момент. Либо мы разбираем ещё 6 минут сознания, и потом идём на перерыв, и переходим, сразу разбираем мировоззрение. Либо мы сразу сейчас идём отдыхать, и потом разбираем сознание плюс мировоззрение. А эти определения зубрить не нужно точно. Нужно в целом по нескольку ключевых признаков понять, которые я выделяла. Задатки от рождения, одарённость – сочетание способностей, талант – высокий уровень развития способностей, гениальность – наивысший уровень развития. Так, нет, нужен, ещё, ещё раз, ещё, ещё, общество, как давно не учил, хочу, хочу, да, вот такие у вас эмоции. Работаем, работаем. Ща кофейку разбираем, разбираем, не нужен перерыв, хочу 50 на 50. Разбираем, сразу до конца пойдём, разбираем. Да вы чего, накинулись-то так. Ну, хорошо, давайте тогда сделаем так. Ребята, мы ещё 6 минут разбираем, а потом идём на перерыв. Перерыв-то, кстати, тоже небольшой, всего 5 минут. Поэтому тот, кто чувствует, что сейчас максимально устал, поставьте, пожалуйста, на паузу. И вот в тот момент, когда мы будем делать перерыв, вы посмотрите этот участок теории и сразу же присоединитесь к нам. А мы тогда продолжим про сознание. Смотрите, значит, ещё 6 минут про сознание, и дальше мировоззрение берём после перерыва. Тут будет немножко сложно, поэтому сейчас делаем дыхательную гимнастику. Вдыхаем и глубоко выдыхаем, потому что нужно перенастроиться немножко на сознание. Итак, в целом, если читаем заголовок «Общественное и индивидуальное сознание», видим сразу знакомое нам слово. О, сознание! А мы сегодня о нём уже говорили. Сознание – это то, что отличает человека от животного. Ну, классно, вроде всё понятно. Но сразу же после этого какой-то термин «духовная жизнь». Оль, а мы так не договаривались. Скажите вы мне? Скажите, ты же нам сказал только сознание. Но нет, ребята, с сознанием есть небольшие проблемы. Есть сознание не только индивидуальное, а есть ещё и сознание общественное. И вот как раз-таки тут, чтобы уловить разницу, нам нужно ещё понять, что есть духовная жизнь. Итак, ребята, есть четыре сферы общественной жизни. Вспоминаем их. Духовная, социальная, политическая, экономическая. И вот духовная жизнь. Это одна. Определение точно запоминаем. Недословно. Можно, если не хотите зубрить, не нужно зубрить, нужно просто понять. Но определение разбираем 100%. Духовная жизнь – это одна из сфер деятельности человека и общества, связанная с чем? Вот когда вы видите слово «производство», сразу хочется сказать, а не обманываешь ли ты нас? Ведь производство – это термин экономический. Да, экономический. Но здесь он тоже уместен. Потому что духовная жизнь – это сфера, где производят, сохраняют, распространяют и потребляют ценности духовной культуры. Вообще, когда мы говорим про духовную культуру, мы говорим про искусство, про науку, про образование и прочее, прочее, прочее. То есть духовная культура – это все, что позволяет нам сформировать определенные ценности в духовном мире. И вот что такое мир духовный? Сразу можете обозначить, что два эти термина связаны, и не просто так на слайде у нас расположены. Мир духовный – это сложная система отношений человека к окружающему миру. То есть, когда мы говорим… Нет, Таня, смотри, там есть духовная сфера конкретно, а есть еще такое понятие, как духовная жизнь. И если оно вам встретится, чтобы никто не расстраивался, что такое может быть, мы с вами и его разбираем тоже, потому что на страницах учебника оно встречается. Духовная сфера – это понятно. Духовная сфера – что? Это одна из сфер жизней общества, которая также связана с вопросами науки, образования, морали, религии, искусства и так далее. А духовная жизнь – видите, какое более интересное такое определение? И просто если оно вам встретится, чтобы вы не пугались, потому что это тоже из учебников. Духовная жизнь есть такое понятие. Возвращаемся к духовному миру. Это сложная система отношений человека к окружающему миру, внутренних оценок, интересов, склонностей и предпочтений. То есть это сложная система отношений, сложная система внутренних оценок, сложная система интересов, склонностей и предпочтений, которая связана с духовной жизнью общества. Принадлежностью человека к определенным социальным общностям, группам и их субкультурам. В общем, термин немножко сложный. Вы сейчас без перерыва, возможно, меня покусаете за то, что я вам такую часть на середину оставила. Так, разобрались с этими терминами, и следующее, что хочется сказать сразу здесь. Смотрите, есть сознание индивидуальное, а есть сознание общественное. И вот, чтобы начать с вкусненького, давайте сначала посмотрим в конец нашего скрипта и подпишем, что такое сознание индивидуальное. Оно нам точно знакомо. Индивидуальное сознание в конце пишем, то есть не сразу же после духовный мир, там у нас будет сознание общественное, а вот пропускаем этот и этот пункт и сразу переходим к индивидуальному сознанию, чтобы нам чуть полегче было. Индивидуальное сознание – это отражение социальных явлений и процессов конкретным человеком через призму условий его воспитания, жизни и деятельности. То есть у нас с вами... Настя, да, я тоже часто слышу, что, ой, да темы-то легкие, что там учить? Ага, на экзамен, когда приходят и говорят, а это что нужно было в этой теме изучать? Да-да, вот такая вот она картинка легкости, а на самом деле в обществе очень много всяких «но». Итак, индивидуальное сознание – это когда мы говорим про сознание конкретного человека. Вот у меня есть мое сознание, да, это отражение социальных явлений и процессов именно через призму моих взглядов. Потому что у меня, например, в отличие от любого другого человека, ну, у нас разное воспитание, у нас разная жизнь, разный интерес, разная деятельность. Поэтому и сознание-то у нас тоже отличается. То есть индивидуальное сознание – это сознание одного человека конкретного. А вот сейчас мы с вами разберем такой термин, как сознание общественное. Потому что тоже такое может быть, представляете? Общественное сознание – это уже совокупность представлений, смотрите, не человека, а кого, правильно, людей. Это совокупность представлений людей о чем? Об общественных явлениях и процессах. То есть индивидуальное сознание – это сознание одного человека о том обществе, о том социуме, где он как бы находится, да, социальных явлений. Общественное сознание – это совокупность представлений людей. Сейчас, 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 смотрите, индивидуальное вот здесь, в конце, на страничке, на третьей страничке в конце. А общественное вот в этом моменте, сразу после духовного мира. Разобрались? Не паникуйте. Духовное, общественное сознание – совокупность представлений людей об общественных явлениях и процессах. И вот последнее, перед перерывом, правда, последнее, последнее, просто разберемся с уровнями общественного сознания и пойдем отдыхать. Уровни общественного сознания. Тут немножко сложно, чуть-чуть, но понятно. Есть идеология и есть общественная психология. Идеология является продуктом целенаправленного теоретического осмысления жизни. То есть идеология – это теоретическое осмысление жизни. Пишем определение. Это система теоретических взглядов, теория теоретических взглядов. Теоретических взглядов, отражающих степень познаниям общества, мира в целом, в отдельных его сторон, а также цели общественного развития. Определение – рассмотрите. Я вам его выделила. Но для себя самое главное поймите, пожалуйста, что значит мурк. Мурк – это значит, что я быстро перелистнула то, что вы не успели дописать. Показываю. Остановите или сделайте скриншот. И погнали дальше. Итак, с идеологией. Запоминаем, что идеология рациональна, и это теоретическое осмысление жизни. Теоретическое осмысление жизни. А общественная психология – это эмоциональная или чувственная составляющая. То есть, если идеология, то это общественное сознание через теоретическое осмысление жизни. А если мы говорим про общественную психологию, то это наши эмоции, это эмоции людей, чувства людей. И формируется общественная психология спонтанно, стихийно, отражает социальную реальность. И если говорить об определении, то это совокупность чувств, настроений, обычаев, традиций, побуждений, характерных для данного общества в целом и для небольших отдельных групп. Все. Не бойтесь, текста много, слов много, но не страшно. Рассказываю. Идеология – это уровень общественного сознания, связан с теоретическим осмыслением. Общественная психология – это уровень общественного сознания, связанный с чувством людей, с их эмоциями, с их настроениями, которые существуют в рамках конкретного общества здесь и сейчас. Все. Сейчас мы проговорили про сознание и с вами разобрали сознание общественное, сознание индивидуальное. Как вы думаете, по поводу сознания, на этом вся теория в ЕГЭ заканчивается? Вот все я изложила вам про сознание? На самом деле нет. Есть еще один маленький момент – это самосознание. О нем мы сегодня поговорим после мировоззрения. То есть мы еще раздробили тему сознания, мы еще вернемся к ней в самом конце. Но сейчас я вас отпускаю отдыхать. У нас получается время 18.15. Прекрасно. В 18.22. Арина, напиши, пожалуйста, в 18.22. Я хочу найти чистый лист, но вот тут напишем. О, вот так. В 18.22 мы возвращаемся на занятия и разбираем тему мировоззрения. А пока что все, кто хочет отдыхать, идет отдыхать и в 18.22 возвращается на занятия. А кто не хочет отдыхать, сейчас на мозговой штурм с Ариной. А она позадает вам вопросики. Вы на них поотвечаете. И посмотрите, как там укладывается наша теория в голове. Я же возвращаюсь к вам в 18.22. И продолжаем разбираться с мировоззрением. Все. Продолжение следует... 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 Понравился вам мозговой штурм? Она, конечно же, хочет это услышать, потому что тоже старается с нами, так же сидит, пыхтит, еще раз учит общество знания. И да, 18.22, Саша мне, наверное, уже как часы такая, 18.22 вообще-то, Оречка, подключайся. Но я здесь, все, отличная эмоция от мозгового штурма у вас положительная, это прекрасно. И да, тогда значит, что вы полностью готовы к теме мировоззрения. Итак, мне очень смешно, потому что я вам сказала, что мы закончим в 18.30, 18.00, ну, точнее, там, 10 минут у нас вступительных было, ну, где-то 18.40, 18.50. Но на самом деле мы начинаем изучать мировоззрение. А это я вам хочу сказать еще одна отдельная тема. Не волнуйтесь, больше двух часов вас точно никто не задержит, потому что нужно отдыхать. Мы сейчас с вами разберем мировоззрение, оно намного легче, наверное, изучается, потому что, ну, вы сейчас с вами все поймете. Итак, мировоззрение. Я, как обычно, с каким-то сюрпризиком, да, сегодня я с очками. Если раньше это там были помидоры и игрушки, сейчас очки. Зачем они мне нужны? И причем обратите внимание на цвет. Розовые очки. Например, смотрю русский роман и там, сними свои розовые очки, на мир по-другому посмотри. И почему говорят про какие-то розовые очки? Потому что у каждого из нас есть мировоззрение. Перед началом истории про розовые очки разберемся с тем, что это такое. Мировоззрение – это целостное представление, вот оно, главное слово, представление о природе, об обществе, о человеке, о месте человека в обществе, которое находит выражение в системе ценностей и идеалов личности, социальной группы и общества. Еще раз, получается, у каждого из нас с вами есть мировоззрение. И мировоззрение – это, кстати, проявление индивидуального сознания, то есть у конкретного человека есть мировоззрение, у каждого. Мировоззрение – это наше представление о природе, об обществе, о человеке, о месте человека в обществе и в мире. Получается, это совокупность наших взглядов на мир, на наше место в мире, которое в дальнейшем превращается в целую систему ценностей и идеалов. Вот такое вот определение. Если грубо говорить, да, просто для того, чтобы запомнить, есть корень мир и есть корень воззрения. Другими словами, мировоззрение – это мой взгляд на мир. Вот так я вижу мир, и вот так я вижу мир. Вот так и вот так. И у меня, и у вас, у всех у нас есть мировоззрение. Теперь мы знаем, что такое мировоззрение, а теперь разбираемся детально. Вообще, мировоззрение имеет свою структуру. То есть, я говорю, у нас есть мировоззрение. Вы мне в ответ, а как оно вообще может в нас жить? В чем оно проявляется? Как оно формируется? Я вам рассказываю. Начнем с того, что есть структура мировоззрения. Это то, из чего складывается наше мировоззрение, что влияет на наш взгляд на мир, на природу, на общество, на человека. Во-первых, это все наши знания. Все наши знания. Я что-то узнала о том, что в мире жить прекрасно, человек заботится о природе, высокие зарплаты, все люди любят друг друга. Хоп! Вот так знания повлияли на мое мировоззрение. Или, например, в мире очень много глобальных проблем, экономические кризисы, человек убивает другого человека, человек совершает разные правонарушения. Хоп! Очки снялись, мировоззрение тоже поменялось. Но я к чему? К тому, что Оля, сними розовые очки. Да, Борис, очень смешно. Мне кажется, вообще можно как цитату сегодняшнего занятия. Первое – это знания. Они влияют на наше мировоззрение, они входят в структуру мировоззрения. Второе – это идеи. Есть какие-то идеи, они тоже могут влиять на наше мировоззрение, входят в его структуру. Определенные принципы в нашей жизни, наши убеждения, наши идеалы, наши установки, которые мы себе сами ставим, и духовные ценности – все это входит в структуру мировоззрения. Так, и сейчас я знаю, что вы захотите просто… Ну, я запомнила сказать. Этого мало. Выделяем и ставим восклицательный знак. Структуру мировоззрения, как минимум три компонента нужно знать точно. Вот я закрою глаза и скажу «Идеалы», «Убеждения», «Принципы», «Знания». Четыре назвала. И дальше все остальное тоже можно перечислить. Вот вы точно такую же игру играете. Закрываете глаза и называете. Если называете, значит материал выучили. Дальше у нас идут уровни мировоззрения. Смотрите, есть первый уровень – обыденно-практический. Запишите, пожалуйста, обыденно-практический. А второй уровень – теоретический. Точно так же, все очень просто. Слова-то знакомые нам. Теоретический – тут теория. Обыденно-практический – тут, смотрите, обыденность – рутина каждый день. И практический – практика. Теперь рассказываю. Когда мы говорим про два уровня мировоззрения, мы имеем в виду что? Вот есть обыденно-практический уровень мировоззрения. Это эмоционально окрашенные взгляды. То есть это все, что связано с нашим мировоззрением и с эмоциями. Когда мы говорим про теоретический уровень мировоззрения, здесь мы уже имеем в виду сложившуюся систему идей, принципов и представлений в нашей голове. Вот. На этом слайде еще раз проясню. Есть определение. Его 100% учим, запоминаем. Второе. Запоминаем, из чего состоит мировоззрение, то есть его структуру, а также уровни мировоззрения. Кстати, если бы вы сейчас писали план, смотрите, можно было бы 24-е задание. Сразу определение мировоззрения, структура мировоззрения, мировоззрение перечислили, потом уровни мировоззрения перечислили, и дальше основные типы. И вот это самое интересное. Очень люблю это в теме мировоззрения. Смотрите. Мировоззрение, мировоззрение, мировоззрение. Кажется, что это одно простое слово. На самом деле нет. За этим простым словом скрываются несколько видов или типов мировоззрения. Я вам их сейчас назову. Все подпишем. Вот в этих колоночках поочередно подписываем. Там, где яблоко, пишем мировоззрение обыденное. Обыденное или житейское. Через слэш, вот такую наклонную палочку. Первое. То есть есть мировоззрение обыденное или житейское. Это мировоззрение, которое возникает в нашей жизни посредством нашей ежедневной рутины. В общем, это представление о мире, которое мы каждый раз дополняем и формируем, проживая жизнь. И такое, я всегда люблю этот пример объяснять на чайнике. Ну, например... А, нет, подождите. С чайником поторопилась. Про чайник забыли. Просто почему я всегда говорю про чайник? Потому что у меня каждый раз слово чайник ассоциируется с житейским, с обыденным, с повседневным. Давайте начнем с характеристик обыденного мировоззрения. Что это такое? Во-первых, обыденное мировоззрение формируется стихийно. Почему? Потому что каждый день с нами происходит вообще ну все, что угодно, да, может произойти. И вот наша жизнь, она наполнена самыми разными событиями. Хорошими, плохими. И исходя из того, что происходит там, ну, в нашей жизни, мы и формируем свой взгляд на мир, свой взгляд на общество, на людей, которые нас окружают. Поэтому мировоззрение обыденное, оно формируется стихийно. То есть мы не можем это проконтролировать. Все, что угодно, может произойти. Второе. Житейское мировоззрение, конечно же, опирается на наш жизненный опыт. То есть у нас с вами есть, ну, обыденное мировоззрение, как тип мировоззрения. И мы его сформировали благодаря нашему опыту жизненному. Вот, например, пообщались с друзьями, да, вот там 20 лет общаетесь. Ну, не 20 лет. Прожили 20 лет, там 16 лет, 15 лет. И вас продала подруга. И вы такие, подруга или друг? И вы такие, ага, люди могут предавать. Понятно. Вот такое вот мое теперь мировоззрение там на жизнь, да, на людей. Или, например, ага, в обществе люди тоже могут обидеть. Или кто-то помог вам. И вы такие, люди вокруг меня такие хорошие. Ну, то есть это вот стихийно и на основе вашего жизненного опыта. А теперь назову вам самый главный минус житейского мировоззрения в том, что он очень такой, ну, субъективный. То есть зависит от конкретного человека. В нем не используется опыт науки, опыт культуры, опыт религиозного сознания. То есть это только жизненный опыт одного человека. Но при этом еще одна особенность, что обыденное мировоззрение очень широко распространено. Потому что каждый человек проживает свою жизнь. У каждого человека есть свой взгляд на мир в соответствии с его жизненным опытом. С обыденным мировоззрением все понятно. Если да, то слово яблоко в чат. Если понятно, что обыденное мировоззрение – это мировоззрение, которое возникает в повседневной жизни, в процессе личной практической деятельности человека. Оно стихийно опирается на жизненный опыт, широко распространено и при этом не использует опыт науки, культуры и религии. Если понятно, слово яблоко в чат. Хорошо. Второй тип мировоззрения. Говорю, что все не так просто. Второй – это мировоззрение религиозное. Здесь тоже по слову все понятно. Это тип мировоззрения, основой которого являются не жизненный опыт, а религиозные учения. Чем характеризуется религиозное мировоззрение? Первое – он такой тип исходит из веры в сверхъестественное. Утверждает первенство сверхъестественного духовного начала над естественным бытием. То есть запомните именно слово «сверхъестественное». Если человек верит в сверхъестественное, значит, мы уже говорим о религиозном типе мировоззрения. Вот первое я вам назвала – «исходит из веры в сверхъестественное». Второе, что характеризует религиозное мировоззрение – это наличие системы догматов. Слово «догматы», возможно, сейчас вас испугают, но не пугайтесь. Догматы – это именно термин из религии. Это определенные истины и учения о Боге. То есть вот религиозное мировоззрение, оно также опирается на определенные догматы, какие-то устоявшие истины, устоявшиеся. Плюс религиозного мировоззрения и его отличительная черта в том, что он имеет такой тип – тесную связь с культурным наследием, то есть связан с культурой. Если, например, обыденное мировоззрение ни с наукой, ни с культурой, ни с религией не связано, то здесь религиозное мировоззрение тесно связано с культурой. Это как один из положительных эффектов. Далее, религиозное мировоззрение ориентируется на решение проблем, связанных с духовными потребностями. У человека есть потребность духовная в познании мира, в познании самого себя, в определении своей жизненной цели и миссии. То есть зачем я пришел на этот свет, зачем я здесь нужен, что я должен сделать, какова моя миссия. И вот как раз-таки религиозное мировоззрение, оно ориентируется на то, чтобы удовлетворять духовные потребности, чтобы находить ответы на эти вопросы. Далее, религиозное мировоззрение помогает человеку дать веру в возможность достижения его целей при соблюдении нравственных принципов, принципов морали, опять-таки принципов, которые проповедует религия. То есть религиозное мировоззрение помогает человеку поверить в то, что можно добиться всех своих целей, если следовать нравственным принципам. Что такое догма? Это еще раз повторяю. Это идеи, запятая, учения о Боге. То есть это устоявшиеся истины. Вот, истина. Учения о Боге, устоявшиеся истины. Именно связанные с религией. Еще один признак. Возможная непримиримость людей к другим жизненным позициям. Вот это недостаток религиозного мировоззрения. И недостаточное внимание к достижениям науки тоже недостаток религиозного мировоззрения. Пока вы переписываете, я смотрю в чат. В чате задают вопрос. Так, а как все это выучить? На самом деле здесь нет ничего сложного. Вас не заставляют учить все эти там 3, 6, все эти 7 пунктов. Вам достаточно в целом понять, какие ключевые слова я выделила рыжим цветом. Выделить их в скрипте. И самое главное тоже провести параллель с тем, что ага, вот это все, что касается сверхъестественного, догматы, нравственные принципы, духовные потребности. Это скорее религиозное мировоззрение. То есть если вам в ЕГЭ встретится что-то, вам уже эти признаки по типам мировоззрения назовут. И вам нужно будет определить, к какому типу мировоззрения это относится. К научному, там религиозному, к обыденному и так далее. Поэтому не бойтесь того, что информации много. Мы с вами сейчас все это разбираем в деталях, чтобы если вдруг хоть какое-то слово вам по мировоззрению встретилось, вы точно знали, что ага, у меня в скрипте это есть. А как раз-таки, что значит плюсы и минусы, это типа вот как раз-таки, если можно четко выразить достоинства и недостатки религиозного мировоззрения по отношению к любым другим мировоззрениям. Вот это дополнительная информация. Поэтому вам задание, когда будете делать домашнее задание по этой теме, обязательно перед этим еще раз проанализируйте типы мировоззрения. Посмотрите на них вот после того, как у вас отдохнет внутри, да, ваше внутреннее я отдохнет, вы потом прочитаете еще раз основные типы мировоззрения. Фух. Так, Арина, убери, пожалуйста, из чата лишнюю информацию. А мы погнали с вами научное мировоззрение дальше разбирать. Итак, научное мировоззрение. Здесь в основе, конечно же, сразу слово наука мы видим. Это тип мировоззрения, основу которого, как все догадались, составляет научная картина мира, обобщенные итоги достижения человеческого познания. По признакам пробежимся. Научное мировоззрение всегда опирается на науку. Научное мировоззрение всегда объективно, то есть не зависит от моего мнения, от мнения любого другого человека, то есть не зависит от человека. Далее, научное мировоззрение всегда построено на логике, на закономерностях, на рациональности. Также мировоззрение научное включает в себя, ну, науку, научную картину мира, это мы назвали, включает в себя обобщенные итоги достижения человеческого познания. Также всегда обоснованы любые знания. Кто-то очень хочет нам рассылку какую-то сделать, нужно этот чат почистить от этого человека и, да, посмеяться просто. Не обращать внимания, а просто посмеяться, а сконцентрировать весь свой момент познания на научном мировоззрении. Далее, у нас научное мировоззрение всегда ставит перед собой какие-то определенные реальные цели и идеалы. И есть один минус в том, что как бы научное мировоззрение, ну, знаете, всегда, но не бывает всего идеального. И вот в научном мировоззрении тоже есть такой момент, как недостаточная изученность человека, человечности, человечества. То есть это все еще, ну, в целом, наука, да, мы говорим наука объективна, рациональна, логична, но есть но. Недостаточно все-таки изучен сам человек. Так, да, конечно, Лиза, все, я здесь, я не спешу, я выдыхаю. Научное мировоззрение. Все основные признаки я назвала, мы их сейчас переписываем. Так, можно ли писать в план характеристики? Вообще, если будет сам план по мировоззрению, то нужно будет назвать следующее. Вот согласно прямо скрипту идем. Определение мировоззрения. Раскрывать не нужно, просто написать определение. Структура мировоззрения. Раскрываем. Уровни мировоззрения. Раскрываем. Типы мировоззрения. Раскрываем. По характеристикам, наверное, только если есть время, потому что в целом структура, уровни, виды мировоззрения, мы сейчас еще классификации и роль мировоззрения уже 5 пунктов раскрытых, поэтому думаю, что смысла в этом в принципе нет. Итак, пока я рассуждала, уверена, что вы записали признаки научного мировоззрения, я еще раз по основным пробегусь, потому что мой чат просто взорвался от слова мурк. Все говорят, успокойся, не торопись, мы же записываем. Итак, научное мировоззрение, в отличие от религии и от обыденного мировоззрения, опирается на достижения науки. Также оно не зависит от мнения конкретных людей, оно объективно. Также наука рациональна. Научное мировоззрение всегда, если есть какое-то, например, положение, оно всегда научно обосновано. Оно носит связь с определенной деятельностью людей. Ксюш, по поводу плана. Что касается плана, у нас с вами в сентябре в мастер-группе будет целый спецкурс по второй части. И там я вам все детально расскажу про все номера, как не допустить ошибок, как писать эти пункты, сколько их должно быть, за что добавят баллы, за что снизят баллы. Поэтому про план, про любые другие задания второй части не волнуйтесь. Мы в сентябре уже будем их писать. Так, дальше по типам мировоззрения. Дальше давайте пробежимся. У нас тут еще осталось как минимум два. Да, философское и мифологическое. И дальше будем еще раз тогда посмотрим сейчас детально все типы мировоззрения. И потом посмотрим, где у нас остались пробелы. Еще раз вернемся. Поэтому если будут вопросы, не переживайте. Еще раз посмотрим. Значит, разобрались с обыденно практическим, разобрались с религиозным, разобрались с научным мировоззрением. Вас могут спросить следующим образом. Назвать какую-то характеристику из тех, которые мы только что назвали. И вас попросить определить, какой это тип мировоззрения. Вот, в целом задание на ЕГЭ будет вот такого формата, если встретиться по этой теме. Осталось еще два типа и несколько характеристик. Есть мировоззрение философское. Здесь в корне слова философия. Соответственно, это мировоззрение, которое заставляет человека постоянно задавать себе вопросы. Быть или не быть? Нужно или не нужно? А есть ли в этом цель? А что будет? А к чему приведет? А зачем? И начинаются рассуждения. Поэтому, когда мы говорим о философском мировоззрении, мы говорим о попытке человека в последовательно логической форме давать ответы на мировоззренческие вопросы. Обосновывать свои убеждения, утверждения. И при этом, если это философия, то апеллировать не только чувствами нужно, но и разумом. Опять, тезисное. Философское мировоззрение – это когда ты постоянно задаешь вопросы. Быть или не быть, делать или не делать и так далее. Пока вы переписываете красные слова, хочу сказать, вижу в чате вопрос, будет ли запись. Для мастеров в мастер-группе запись сохранится 100%. По поводу тех ребят, которых мы сегодня пригласили. Нет, я не приуныла, Ксюш, я успокоилась. Для тех ребят, которые сегодня у нас в качестве гостей, мы постараемся сохранить запись на канале. Да, мы ее сохраним тоже. Но вот ребята, которые занимаются в мастер-группе, у вас 100% будет запись. У вас будут записи всех занятий. Они всегда, можете их вернуть, пересмотреть, да хоть сидеть и 10 часов смотреть. Пока пишете, хочу вам сказать, вчера у меня было вечером почему-то такое состояние очень странное внутри. Мне казалось, что так, я чуть-чуть подустала, потому что заканчивалось лето, понятное дело. Я тоже всегда себе задаю вопросы, все ли ты успела сделать, ничего ли не оставила на потом. И вот вчера я сижу просто вечером и говорю своим друзьям, у меня состояние вот того бобра, или кто там, который кричит в горах. И, ну, мы, соответственно, все засмеялись. Я просто нахожу этого бобра в горах, и там 10-ти часовая версия. И где-то, наверное, минуту-две я слушала, как этот бобер кричит. Соответственно, там даже скриншоты в телефоне у меня есть. Вот. И также вам говорю, если захотите, вообще можете 10-ти часовую версию вебинаров каждый день просматривать. И последний тип мировоззрения, который может встретиться вам на экзамене, это, соответственно, мифологическое мировоззрение. Здесь в корне слова мифы. Если бы у нас было больше времени, я бы сейчас вам рассказала мифы восточных славян. Уж очень я люблю об этом вспоминать, да. Вообще, я же училась на историка, и у меня диплом историка. И вот я очень любила всегда на парах всех своих одногруппников удивлять мифами про... мифами восточных славян. И вот как раз-таки здесь тоже есть слово мифы. Это смешение веры в сверхъестественное и еще плюс фантастики. То есть, если, например, религиозное мировоззрение, это только именно религия, то мифологическое – это когда добавляется фантастика. Когда человек говорит, ну вот, например, ну ладно, все-таки вам расскажу. Есть условно примета посидеть на дорожку. И вот человек думает, если я этого не сделаю, то со мной может что-то нереальное, фантастическое там произойти, что-то случится. И вот как раз-таки человек, он просто верит в этот миф. И, соответственно, вот этот вот миф, точнее, примета про посидеть на дорожку, это вообще относится к восточным славянам. Когда, ну, возможно, кто интересуется, знает, что там же целая домовой, леший, русалка. И вот считается, что был домовой. И, извините, пожалуйста, я вам от общества немножко разгружу вас историей, но надеюсь, что это будет немножко интересно разгрузиться, пока заодно кто-то перепишет про мифологическое. И считалось, что нужно, если человек уезжает из дома, он не должен бросать своего домового. Домовой разозлится, и тогда домовой там устроит такое. И вот как раз-таки они садились на дорожку для того, чтобы обмануть домового. Домовой же видел, что они вещи собирают, куда-то хотят уехать, оставить домового. И когда они садились на дорожку, они как бы чемоданы собрали, но при этом сели. Нет, Кузенька, мы никуда не уезжаем. Ну, и вот такая вот история просто приметы. А еще, например, есть такой миф тоже от восточных славян идет, что мусор после 12 выбрасывать нельзя. Или еще миф, там, здороваться через порог нельзя. Вот если вам интересно, почему, то все эти приметы в большинстве своем, они отходят именно к восточным славянам. Это все можно найти в целом в интернете. И будет, если время, я вам расскажу там в наших беседах, позаписываю, порасскажу, может быть, в Инстаграме расскажу. В зависимости от того, насколько вам это все интересно послушать. Но в целом вы теперь знаете точно, что такое мифы. И мифы – это смешение с фантастикой. Все, супер. Так, теперь движемся к следующему моменту. А, нет, не движемся. Смотрите, выдыхаем и говорим. Есть несколько типов мировоззрения. Обыденное, научное, религиозное, мифологическое и философское. С сущностью каждого из них мы разобрались. Научное – опирается на науку. Мифологическое – на мифы. Философское – это когда человек постоянно задает вопросы, быть или не быть. Религиозное – опирается на религию. А обыденное – опирается на опыт, жизненный опыт каждого человека. Теперь вы знаете эти пять типов мировоззрения. И у каждого из них отличительные черты. На экзамене вам может встретиться следующее задание. Сейчас будет время практики, так что приготовились, закатали рукава, взяли поближе ноутбук или клавиатуру, и сейчас мы будем практиковаться. Я вам покажу, как эта теория может встретиться в какой форме на экзамене. Вот в таком формате. Выберите верные ответы и распределите характеристики мировоззрения и типы мировоззрения, к которым они относятся. Давайте сделаем этот номер. Слитный – значит объединены. Например, слит воедино – это значит объединен. Когда говорят, так, не пиши слитный, пиши раздельный. Вот слитный – это значит объединили. Так, все, продолжаем практиковаться. Значит, есть тип мировоззрения. Извините, я просто обратилась в чат. Очень интересный вопрос. Так, меня зовут Оля. Для тех, кто присоединился в самом конце. Я преподаватель общества знаний. Так как у нас сейчас занятие по обществу знанию, соответственно, именно я его и веду. Для тех, кто со мной не знаком, надеюсь, что вы познакомились. Значит, как выполняем эти задания? Мы всегда сначала обращаем внимание на тип мировоззрения. Ну, то есть на второй столбик. На второй столбик всегда смотрим. У нас здесь есть обыденное, научное, мифологическое. Теперь читаем каждую характеристику и записываем к ней ответ. Формируется стихийно. Стихийно у нас формируется обыденное мировоззрение. То есть на протяжении всей нашей жизни стихийно она формируется. Следующий момент. Смешение естественного и сверхъестественного, фантастического с реально существующим, идеального с реальным, невозможного с возможным. Это про мифы, мифологическое. Слово фантастическое, да, увидели? Далее включает в себя научную картину мира. Здесь про науку, значит, это научное мировоззрение. Опирается на непосредственный жизненный опыт. Ага, жизненный опыт – это мировоззрение обыденное. И строится на принципах реальной, рациональности, логичности. Из экономерности – это научное. Вот такое вот практическое задание. Скажите, пожалуйста, как вам? Легко его выполнять после того, как все прошли и разобрались со всеми типами мировоззрения? Или сложно? Вот чаще всего за такой номер вы получаете два первичных балла. А это очень даже хорошо. Так. Все супер. Движемся дальше. Следующий момент, тоже связанный с мировоззрением. У нас есть так называемая классификация типов мировоззрения в зависимости от высшей ценности. Ой, возможно, многие не хотят это учить, но составители учебников говорят «надо», так что через «не хочу» начинаем запоминать, что у нас есть несколько типов мировоззрения в зависимости от того, на что опирается все мировоззрение. Запомнить несложно. Там всегда какой-то корень плюс центризм. Есть наукоцентризм, социоцентризм, теоцентризм и так далее. Только сейчас нужно точно все это подзапомнить. Смотрите, если в центре мировоззрения Бог и религия, то есть все строится, весь мир, общество, люди, все зависит от Бога, если мировоззрение основано на это, то такое мировоззрение называется теоцентризм. Запомните. И прямо сейчас это слово чаще всего вылетает из головы «теоцентризм». Проговорите со мной. Теоцентризм. 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 Это мировоззрение, где приоритет отдается Богу. Я училась на историка, и на первом курсе философии мы говорили о теоцентризме. Я прямо помню, как раз там я сто процентов запомнила, что тео – это сразу связанное с Богом и с религией. Потому что у меня был какой-то семинар, и мне как раз нужно было про теоцентризм рассказать. А у нас преподаватель философии, он, знаете, очень интересный. Опять, правда, про жизнь рассказываю, но сейчас расскажу. До этого мы говорили про типы мировоззрений, а сейчас мы говорим по классификации. Там мы разбирали основные типы, а сейчас мы говорим про классификацию типов мировоззрения в зависимости от высшей ценности. И вот у нас как раз-таки был преподаватель, который очень следил за тем, как мы учим философию через все эти пункты. Мы точно так же все и разбирали. Сначала философию про Бога, потом философию про природу, про человека и про знания. Вот так вот мы и разбирали философию. Итак, теоцентризм. Запомнили? Это когда приоритет отдается Богу. Далее идет природоцентризм. Тоже очень легко. Это когда приоритет отдается природе. Далее у нас идет антропоцентризм. Антропа – это когда в центре всего мировоззрения, в центре вообще всего мира находится человек. Дальше, если в центре всего мировоззрения находится общество, то это социоцентризм. Социо. Помните, человек – это антропоцентризм, социо – это общество, это социоцентризм. И если у нас знания и науки, то здесь знания – центризм и наук – центризм. Друзья, да, сегодня очень большая тема. Мы даже когда составляли скрипт, потом с ребятами из команды говорили, главное никого не напугать объемом информации. Но это не все темы такие большие, так что выдыхайте и не переживайте. Это ж мы сегодня, к первому сентября, так хорошо поработали. Итак, небольшой интерактивчик. Теперь вы знаете, что есть теоцентризм, природоцентризм, наукоцентризм, знанияцентризм и социоцентризм. Я показываю вам на картинке, соответственно, точнее картинку на экране. Пишите, пожалуйста, что это. Какой тип мировоззрения в зависимости от высшей ценности. Итак, если мы, еще раз на предыдущий слайд, если мы в центре всего мировоззрения, в центре, в принципе, всего ставим природу, то это называется как? Переписывайте. А те, кто готовы уже к интерактивчику, если в центре всего мы с вами размещаем... Так, я поторопила всех, и вы не успели переписать. Все нормально. Тогда еще раз прокомментирую. Есть теоцентризм, это когда в центре Бог. Есть природоцентризм, это когда в центре природа. Есть антропоцентризм, когда в центре человек. Социоцентризм, когда в центре общества. И наукоцентризм, когда в центре наука. Все. Так, кто не успел, останавливаем, а мы к интерактивщику. Если в центре находится природа, то это... Молодцы, вижу правильные ответы. Природоцентризм. Если в центре находится человек, то это... Антропоцентризм. Если в центре находится знание, то это... Знаниецентризм. Если в центре находится Бог, то это... Теоцентризм. Ой, даже не отчитала. Теоцентризм. Хорошо. Итак, у нас осталось два небольших пунктика. Роль мировоззрения, самосознание и небольшой сюрприз. Так что самые сильные еще немного нужно будет пройти и будем заканчивать. Последний момент тоже очень важен. И вот здесь, если вы думаете, что роль мировоззрения, зачем мне это нужно учить, то вы ошибаетесь. В задании во второй части, в девятнадцатом, в двадцатом, например, вам могут задать вопрос «Распишите роль мировоззрения в жизни человека». Если вы сейчас подумаете, что «Ой, да мне это не нужно», то что вы будете писать на экзамене? Поэтому собрались и давайте вместе обсудим, как же мировоззрение влияет на деятельность и какую роль для человека оно составляет. Итак, первое. Прямо запоминаем эти фразы. Мировоззрение дает человеку ориентиры и цели для его деятельности. То есть у каждого из нас есть мировоззрение. Мы видим мир определенным образом. Исходя из нашего мировоззрения, мы формируем для себя цели на жизнь, формируем для себя ориентиры, определяем для себя ценности и занимаемся определенной деятельностью. Так, еще чуть-чуть. Ну чего вы спать, пиццу есть? Я тоже хочу пиццу и тоже хочу спать. Поэтому нет. Давайте не будем дразнить друг друга, а до конца разберем тему. Хорошо, первое разобрались. Мировоззрение действительно дает нам ориентиры и цели для определенной деятельности. Второе. Мировоззрение позволяет понять людям, как лучше достичь их ориентиров, вооружает их методами познания и деятельности. То есть, мировоззрение не просто нам дает ориентиры, это первое, что делает мировоззрение. Второе. Согласно мировоззрению, мы сразу же понимаем, как эту цель достигать, какими методами, какими способами. Это вторая роль мировоззрения. Ну, один из примеров роли. Третье. Сейчас все будут писать. Мурк, мурк, не успеваем, не успеваем. Мурк, 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 мурк. Так, третье. Это когда на основании мировоззренческих ценностных ориентаций человек может определить для себя ценности в жизни и в культуре. Это тоже роль мировоззрения. То есть, человек может определить для себя, согласно своему мировоззрению, ценности для жизни, ценности для культуры. Четвертая, последняя роль. Мировоззрение содержит понимание человеком мира и тенденции его развития, человеческих возможностей, смысла деятельности, смысла добра, зла, красоты и безобразия. Это то, что вы можете приводить в аргументации в 20-м задании. Так, все, все уже успели поныть. Вот какое у нас первое продуктивное занятие. Мы столько теории прошли, две темы разобрали. В деталях, с примерами, с практикой, с интерактивами. Еще и поныть успели. Ошибка в скрипте? Да, ошибка в скрипте. Четыре мы называли с вами. Ну, ничего. Хорошо. И последнее. Последнее, что мы сейчас будем с вами разбирать, это то, про что я говорила. Про самосознание. А потом небольшой сюрприз. И спать. Или куш-спицу. Кстати, если будете кушать пиццу, отмечайте меня в инстаграме. Но вы же все равно в инстаграм запостите. А так я точно увижу, что вы удовлетворили свои потребности и покушали пиццу. Даже если будете не сегодня есть пиццу. 20-е задание. Это новое задание, где нужно будет как бы аргументировать определенную точку зрения. Ну, например, в демо-версии нас просили назвать там роль права. А, возможно, могут сказать роль мировоззрения, характеризовать. Итак, последнее. На последнем из дыхания. Что такое самосознание? Что такое сознание? Мы уже знаем, что сознание может быть индивидуальным, общественным. А теперь поговорим про самосознание. Самосознание – это определение человеком себя как личности. А сознание им своего статуса и своих социально значимых потребностей, мыслей, чувств, переживаний и поступков. То есть, если мы говорим с вами про самосознание, мы говорим про то, как мы себя сами определяем как личность. Мы сами знаем, какие у нас мысли, какие у нас чувства, какие у нас переживания, какой у нас статус в обществе, к чему мы стремимся. И вот как раз-таки мы все это знаем. В жизни-то, да, вот, например, я живу, и я знаю, ага, ну, я знаю, к чему я стремлюсь, я знаю, что я хочу, я знаю, что я могу, я знаю, какие у меня мысли. А в теории вот это определение человеком себя как личности и осознание всего, о чем я сказала, это самосознание. У нас тоже у всех есть самосознание, мы все себя осознаем как личность. И также с самосознанием связан такой термин, как социальное поведение. О нем больше мы будем говорить в блоке социальные отношения, но сегодня мы о нем вспомним. Социальное поведение – это совокупность поступков индивида, либо же целой группы, к которых проявляется конкретная позиция по отношению к определенным процессам и явлениям в обществе. Пока переписывать это определение, я вам скажу, что в целом, вот мы говорили про мировоззрение человека, потом мы стали говорить о том, что человек еще и обладает самосознанием. Самосознание может осознавать все, что у него есть внутри. То есть у нас есть мировоззрение. И вот мировоззрение состоит из наших знаний, идеалов, принципов. И путем самосознания мы понимаем, мы понимаем, что в нашей голове. А как раз таки это самосознание формирует наше поведение. Мы всегда руководствуемся чем-то, когда совершаем определенные поступки. И вот как раз таки, когда мы совершаем определенные поступки, они выражают нашу позицию, наше мнение, наши ценности. И вся эта совокупность поступков называется социальным поведением. Это все. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас сейчас ко мне по теории, мы разобрали с вами, кстати, две темы, поэтому мы два часа занимались, не потому что мы там зря разговаривали. Мы целых две темы разобрали, больших, поэтому у нас и столько времени на это ушло. Есть ли у вас ко мне сейчас какие-то вопросы? Скажите, пожалуйста. Но только никуда не уходите еще. Учить много, но у нас на это есть 9 месяцев, поэтому не волнуйтесь. Все мастера, у вас есть домашнее задание. Это домашнее задание вы будете сразу же разбирать. Итак, ребята, короче, ну сегодня же 1 сентября, сегодня праздник, причем у нас вообще особенный праздник, у нас стартовала сегодня полноценная мастер-группа. Мы все собрались, мы разобрали две темы со скриптами, с практикой, с интерактивом, и поэтому я сегодня сделала себе подарок. Вот так вот я его красиво упаковала, и тут вот посмотрите, у кого есть такие особенные способности, попробуйте предположить, какой подарок себе и всем нам я сделала. Так, ну тут я немножко криво упаковала, ну ладно. Как вы думаете, какой это подарок спрятан? Что скрывается в этом конверте? Это очень смешно, предположите. Вот такой вот у нас праздник сейчас будет, праздничный интерактив. Хочу сказать честно, я вообще хотела придумать такую штучку с педагогической птицей, и рассказать вам, что мне подарок подарила педагогическая птица. Но нет, подарок я подарила себе сама. Да, это книга, но не простая книга, а книга какая-то интересная. Как вы думаете, какая, пока я вскрываю этот конверт? Для чего вообще я сегодня... Это, кстати, еще не все. У нас сейчас несколько минут такого праздника. Я хочу устроить нам действительно праздник, потому что у нас сегодня праздник знаний. Мы вообще столько всего разобрали на занятии. У нас реально... У нас реально хорошее настроение, праздник, желание учиться сейчас должно быть на высшем уровне. Да, это учебник Боголюбова по обществу знанию. Все правильно, друзья. Вот такие подарки мы должны сейчас... Точнее, мне этот подарок очень нужен, нам очень нужны учебники. Вам же, ребята, нужны только скрипты, потому что мы стараемся все из учебников переводить в формат конспектов. В общем, этот учебник должен был обозначать для нас небольшой праздник. Еще я приготовила бенгальский огонек. Я хочу, чтобы мы все сейчас с вами загадали желание и потом зажгли вместо свечки этот бенгальский огонек. Правда, я очень сильно волнуюсь, потому что я одна дома, я боюсь бенгальских огней, но надеюсь, что все будет хорошо. Давайте сейчас напишем в чат свое желание, то, которое можете сказать. Если у вас какое-то скрытое желание, напишите его под звездочками. Вообще, когда мы загадываем какие-то желания, о них лучше говорить, потому что наш мозг слышит, и мы уже желание переводим в цель. Напишите, какие у вас есть сейчас желания. Абсолютно все. Я хочу это все прочитать, посмотреть, какие желания, ожидания на год, может быть, какие-то цели. Вот, например, мое желание, это чтобы каждый из вас не ленился, каждый из вас учился, у каждого из вас все получалось, запоминались все определения, всегда было время на учебу, всегда было понимание темы, чтобы вы всегда могли написать план по всем темам, чтобы вы не боялись изменений в ЕГЭ, чтобы каждый из вас написал экзамен на тот балл, на который он хочет написать. Я не говорю, чтобы все написали на 100, это невозможно. Я говорю, чтобы каждый из вас самое главное сделал хорошо себе. То есть, если вы сейчас хотите написать на 100, я хочу, чтобы ваше желание сбылось. Если хотите написать на 80, пусть оно сбудется. Хотите перейти порог, возможно, для кого-то это тоже цель, и этого будет достаточно. Пусть и эта цель сбудется. Озвучу ваши желания, и после этого мы вместе зажгем, зажигалочка будет, огоньки. Каждая из вас, конечно же, хочет сдать экзамен, чтобы все желания сбывались. Победить на Всероссийской Олимпиаде, сдать на 100 по истории общества знания, дойти до конца. Вот это тоже очень классно. Пусть это желание станет целью для вас. Не сдавайтесь. Если вы сейчас уже пришли на первое занятие, вы уже начали учиться, пожалуйста, не сходите с этого пути, учитесь дальше. Если когда-то будет сложно, помните всегда, что все сложности преодолеваются, и вы работаете над собой, и все ваши желания, они должны сбываться. Вы хотите не выгореть, сдать на высокий балл, поступить на бюджет, не сломать себе психику, сдать экзамен, научиться жить без сна, сдать на права с первого раза, на 105 баллов сдать. Ну, тоже какую-то крутую книжку себе получить, да? Сотку по всем экзаменам. Отлично. Мы сейчас все наши желания прописали, озвучили. Каждый из вас теперь эту цель, это желание превратил в свою цель. Я тоже озвучила свои желания, свои ожидания от учебного года. И чтобы сейчас не просто разойтись и сказать всем пока, давайте очень красиво, я попробую зажечь бенгальский огонек. И пусть все наши желания, которые мы только что сказали, сбудутся. Еще раз можно их проговаривать, пока этот бенгальский огонек горит. Ой, такое, конечно, радужное настроение. Самое главное, чтобы ничего не загорелось. Все, это прекрасное начало учебного года, точно. Я первый раз так начинаю свой учебный год с такого яркого события. Самое главное, чтобы у меня огонечек был... Оно меня обжигает. Ну все, а теперь все пить чай, отдыхать, а потом решать домашнее задание. И встречаемся в воскресенье. Сначала на бесплатном занятии, а потом встречаемся с вами на нашем практическом занятии. Я всех обнимаю. Всем хорошего настроения. Надеюсь, что вы сегодня не устали. Пишите, общайтесь в беседах. Я периодически туда захожу и общаюсь с вами. Пишите мне в инстаграме. Да, с новым учебным годом, друзья! Всех обнимаю. Всем спасибо.